В ночь на 22 ноября в Херсонской области Украины неизвестными лицами, как заявлялось, были подорваны и выведены из строя линии электропередачи, по которым на основе соответствующего российско-украинского контракта осуществляется поставка электроэнергии в Крым. В результате на полуострове возник дефицит электроэнергии и начались веерные отключения. Как известно, обесточенными оказались многие социальные и экономические объекты. Сразу же по горячим следам премьер-министр Украины, господин Яценюк, как бы потребовал безотлагательно восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, а затем по поручению президента Порошенко добился молниеносного оформления правительственного распоряжения о временном запрете грузового сообщения с Крымом, на чём, собственно, и настаивали экстремисты, а также представители националистической организации «Правый сектор», которые проводят на границе с Крымом акцию по продовольственной блокаде этой территории. Фактически официальный Киев пошёл на поводу у этих людей с не просто экстремистским мышлением, но на поводу у тех людей, которые занимались просто откровенным шантажом. Это тоже нужно констатировать, что эти люди не представляют мнение большинства, а наоборот, это агрессивно настроенное абсолютное меньшинство украинского общества. И, к сожалению, руководство Украины дало втянуть себя в очередную опасную авантюру, от которой страдают и за последствия которой будут расплачиваться жители, собственно говоря, самой Украины. И, как показывает история, вот этот весь язык угроз, блокад, давление никогда ещё не приносил никому пользы и не приводил ни к какому желаемому результату. И вот примечательно, что те же самые самопровозглашённые лидеры крымско-татарского народа, я ещё раз подчёркиваю, самопровозглашённые, которые ранее упорно добивались от киевских властей прекратить энергоснабжение полуострова, теперь всячески пытаются снять с себя ответственность за те преступления, которые совершили. Потому что, ещё раз могу сказать, что иначе как экстремистским или даже террористическим актам его расценить нельзя. И можно сказать, что произошедшее является трагической иллюстрацией состояния нынешнего киевского режима, его способности принимать решения по вопросам, которые затрагивают интересы людей и имеющим гуманитарный характер. Вот складывается ощущение, что на Украине утрачена государственная власть, люди в Киеве не могут контролировать ситуацию в стране и просто не ведают, что творят. Полная дисфункция власти. И, конечно, когда мы слышим от этих же людей относительно заявления о якобы несоблюдении прав человека в Крыму, то хочется спросить, вот это вот то, что сейчас сотворено, это каким образом соответствует хоть какой-то гуманитарной норме? Продолжение следует...